Деньги – очень важный психологический триггер. Он в каком-то смысле сопряжен с нашим инстинктом самосохранения, потому что, когда у нас есть деньги, мы можем себе обеспечить кровь, еду, решение каких-то жизненных вопросов. Как только мы живем в лимите финансовых средств, нам просто не хватает, когда закредитованность, когда происходят какие-то еще экономические стрессы, в общей среде, инфляция растет и так далее. Страхи, связанные с уверенностью в своем финансовом будущем, увеличиваются. И в значительной степени эта вещь совершенно иррациональная. Понятно, что есть иллюзии, что каким-то образом можно обеспечить себе стабильное, безбедное финансовое состояние. Большое количество людей живут мыслью о том, что они куда-то вложатся, это будет приносить доход. Кто-то мечтает о том, что у него будет стабильная работа. Но правда состоит в том, что любые вложения сейчас требуют от вас дополнительных больших усилий, которые вы должны вложить. Или вы прогорите. Мысль о том, что вы получите рабочее место, на котором всегда будете работать, этот восторг тоже как-то гарантирует. Тоже наивно, потому что сейчас все меняется. Экономика меняется, профессии меняются. И все равно придется постоянно переучиваться, что-то переделывать и так далее. То есть мы живем в мире, который получил название «новая нормальность». Термин возник в экономике. Новая нормальность – это когда ничего не понятно, ничего не гарантировано, ни в чем нет надежности. И вот дальше человек начинает тревожиться из-за того, что вот как же он там сведет концы с концами и так далее. Понимаете, в чем дело? Когда вы не можете никаким образом гарантировать себе финансовую безопасность, эта мысль тревога о финансах, она становится абсолютно бессмысленной. Вот очень важно осознать, вот бессмысленность тревожиться из-за того, что вот что-то такое произойдет, что вас освободит от вашего состояния беспокойства. В идеальной конструкции вас должно спасти, и то, что все наладится, и все будет хорошо. Но мы живем во время сломы эпох, перемены мест, так сказать, всего на свете, изменение общества, ничего никогда не будет больше стабильным в обозримой перспективе. Тратить силы на бессмысленные страхи, которые вам кажутся, они вас защищают? Да и нет. Вас защищает при получении новых навыков, вас защищает дополнительная работа, дополнительные клиенты, ваша социальная активность, потому что значительная часть нашей работы, она обусловлена как раз нашей способностью договариваться с другими людьми, быть полезными другим людям. Поэтому надо осознать бессмысленный страх. Неважно, есть у вас сейчас деньги, нет у вас денег. Если вы боитесь, что что-то, что вы не гарантированы в финансовом смысле, вы просто как бы стреляете себе в ногу. Значит, это бессмысленный страх. Никто не гарантирован. Никто. Ни в каких аспектах. Нет этих гарантий. Мир больше не дает этих гарантий. И поэтому беспокоиться об этом, но это все равно, что беспокоиться о вещи абсолютно неизбежной. Какой смысл? Беспокоишься, это как у тебя есть шанс. Может будет, может не будет. И вот ты беспокоишься. Будут деньги, не будут деньги, вот ты беспокоишься. Значит, никогда не будет гарантии денег. Если, конечно, искусственный интеллект не возьмет на себя всю работу и не решит по какой-то странной причине, что он должен нас как-то содержать. И заниматься нашим благополучием. Ну, пока это все фантастические истории. Мы не гарантированы. Надо принять это. И вопрос, что мы можем делать. Энергия, которую вы выделяете на страх, должна быть потрачена на понятные вещи. Профессия, увеличение нагрузки, увеличение социальных связей. Это вас гарантирует, что у вас завтра будут деньги, послезавтра будут деньги, и потом будет и послепослезавтра, и через год. И что вы тревожите? От того, что вы тревожитесь, денег больше не будет. И это просто наш вызов нашего времени. Мы не можем жить, ожидая пенсии и спокойной жизни на превосходном участке. Как еще наши бабушки и дедушки размышляли про свое будущее и каким они его проводили. Нет, у нас совершенно другая жизнь, где нужна активность, деятельность, где нужно не ждать, что кто-то придет и спасет тебя, или что-то, какие-то тебе гарантии даст. Не дают больше гарантий. Этот мир снят с гарантии. И дальше, ну, просто аккуратно используйте свою жизнь. Но используйте ее. Занимайтесь. Из этого, собственно говоря, будет строиться и ваше благосостояние.